Прилетит ли вертолет? Национальная служба санитарной авиации не выполняет условия контракта по выполнению санрейсов на территории Ненинского округа. Ранее дочерняя компания госкорпорации Ростех стала победителем электронного аукциона. В окружной больнице уже подготовили и направили НССА претензии. Тему продолжит Алина Ваучейская. Эти кадры были сняты в июле 2020-го. Вертолет с медиками на борту мчит в район Тиманской тундры. Место стоянки кочевников нашли довольно быстро. Экипажи опытные и хорошо знают местность. Впрочем, проводника из числа местных жителей все же привлекли. Команда медиков санитарной авиации и экипажа Наринмарского объединенного авиаотряда эвакуирует оленевода из Тиманской тундры. Ему срочно потребовалась госпитализация. Первую помощь оказывают прямо в полете. Десятки лет санитарные рейсы выполнялись Наринмарским объединенным авиаотрядом. В 2021-м электронное аукционное оказание услуг выиграла Национальная служба санитарной авиации, дочка госкорпорации Ростех. Государственный контракт был подписан 27 января. С этого дня компания должна была приступить к полетам на территории Ненецкого округа. Впрочем, этого не случилось. 27-го в тот же день нам поступило две заявки. Это район Канин-Носовоинская часть и на Пашульское месторождение, где произошла чрезвычайная ситуация. Там один погибший и один тяжело раненый. И 28-го рано утром у нас поступила заявка с поселка Индики, что там находится тяжелый больной. Мы через диспетчера НССА передали три заявки на полет, но, к сожалению, нам борт не был предоставлен. Эти заявки НССА со своей стороны не исполнила. Госконтракт они со своей стороны не исполнили. В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в зимнее время санитарный борт должен вылететь к больному в течение часа. Поэтому медики приняли решение обратиться за помощью к Нарьинмарскому объединенному авиаотряду. Экипажи окружного авиапредприятия санзадание выполнили. Мы понимаем, что округ у нас по численности маленький, а по протяженности километр очень большой. То есть одно санзадание это может быть 5-6 часов. Если в это время поступает другое санзадание, стоять перед выбором, кому оказать в первую очередь помощь, мы не привыкли. При поступлении дополнительного мы дополнительный вертолет выделяем, дополнительный экипаж для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье нашего населения. По всем неисполненным случаям вылета, Ненецкой окружной больницей были выставлены претензии. Сейчас мы ведем дальнейшую работу по урегулированию данной ситуации. Мы направили письмо в ИНСА с предложениями расторганных госконтрактов, но ждем от них ответа. То есть они пока никак не комментировали эту ситуацию? Пока без комментариев. Мы также пытались связаться с представителями Национальной службы санитарной авиации, но дозвониться не смогли. Алина Волчейская, Антон Тодряков, Телеканал Север.